Харихришна, дорогие друзья, пожалуйста, примите мои поконы. Сегодня у нас трансляция посвящена вашим вопросам. Очень много интересных, таких важных вопросов. Очень рад, мне было интересно на них отвечать. И давайте начнем. Так, первый вопрос. Пожалуйста, объясните, что означает, что мы служим Кришне через... Кто-то служит Кришне напрямую, а кто-то служит Кришне через материальную энергию. Вы говорили об этом в лекции, объясните, что это означает на примерах. Что означает служить Кришне непосредственно? Ну, это самое понятное. То есть есть Кришна, он говорит, я хочу, чтобы ты принес мне пирожок с черникой. Я говорю, да, конечно, я же слуга. Слуга означает делать то, что хочет Кришна. Я делаю то, что он хочет. Делаю, приношу пирожок, делаю это в настроении смирения, служения. И Кришна говорит, да, я очень доволен тобой. Вот это напрямую человек, душа связана с Кришной. В какой-то момент некоторые из живых существ отворачиваются от Бога и говорят, я не хочу тебе служить. Я не хочу тебя видеть вообще. И Кришна создает материальную энергию. Создает материальную энергию. И живое существо попадает в материальную энергию и начинает служить, как он думает себе. Ну, что значит себе? В уме появляется желание. Хочу пирожок с черникой, хочу его съесть. Вот такое желание появляется. И что нужно делать, чтобы получить этот пирожок? Нужно пойти на кухню. Там есть повар. И попросить у него, дай мне пирожок. И вот в этот момент кому я служу? Я служу этому. Своему желанию служу. Ну, желанию, которое появилось в уме. Я хочу пирожок. А что это за желание такое? Откуда оно появилось? Оно появилось из гун материальной природы. То есть гун материальной природы дают нам разные варианты материальных желаний. Гун материальной природы дают нам инструменты, с помощью которых можно эти желания исполнить. И, соответственно, гун материальной природы награждают нас результатами этих усилий. И получается, что живое существо в этот момент служит материальной природе. Материальная природа, спасибо тебе, что дал мне это желание, я хочу пирожок. Ну, я так, конечно, не говорю, но как бы я подчиняюсь этому желанию. Бегу на кухню, подчиняюсь повару, он говорит, ну, принеси там 5 рублей, я тебе дам пирожок. Я ему даю 5 рублей, послужил повару, получил свой пирожок. Вот в этот момент все это мое служение материальной природе. Но, причем тут Кришна, а кто организовал этот процесс, которому следует материальная природа? Кто сделал ее такой? Кто вот эти причинно-следственные связи установил, что они должны быть вот такие? Это сделал Кришна. Он говорит об этом в Бхагавангите. Мая дьякшена прикрити суетеса чарачарам. Под моим управлением, под моим надзором эта материальная природа действует. Получается, что человек, сам того не зная, подчиняется воле Кришны. Потому что это воля Кришны, что материальная природа вот так, вот так она функционирует, вот так она работает. Поэтому, даже если люди отвергают Бога и говорят, что никакого Бога нет, я Ему не служу, но при этом они подчиняются Его воле через материальную энергию. Таким образом, они все равно подчиняются Богу, служат, в смысле подчиняются, хотя не хотят этого. И такое подчинение через материальную энергию дает лишь какой-то отблеск приятных ощущений. Поэтому, хотя Утта Мадхикария совершенно преданный, видит, что все служат Кришне, все служат Кришне, прямо и косвенно все служат Кришне, все подчиняются Его воле. Но, тем не менее, в Мадхикарии, Его функция, Его предназначение, Его служение, помогать живым существам узнавать, что не нужно служить Кришне через материальную природу, давайте служить Кришне напрямую. И тогда ты будешь более счастливым. Вот так я объясню это утверждение, что значит служить Кришне напрямую, и что значит служить Богу или Кришне через материальную энергию. Через материальную энергию не надо, давайте напрямую служить Кришне. Второй вопрос. Давно интересует, почему Рами Блэкт использует и трактует в своей деятельности веды, но типа не имеет отношения к вешновизму. Вешновизму. И второй вопрос. Как покинул эту землю Шилу Прабхупада? Ну, я посмотрел на сайте Рами Блэкта его биографию, и он не скрывает того, что многие годы он был последователем организации Международного общества сознания Кришны. То есть он не скрывает об этом, и в данный момент он не разделяет практику и устремления Международного общества сознания Кришны, но при этом он берет веды и берет те вещи, которые описаны, веды, которые подтверждают его мировоззрение, его философию, его практику, то, что он людям предлагает. Веды доступны, они есть в интернете, и он читал книги Шилу Прабхупады, и какие проблемы, он может оттуда брать то, что ему подходит, и говорить об этих вещах. Ну, то есть он имеет на это полное право. Я не вижу здесь ничего плохого. И то, что он был в Искон, он об этом говорит в своей биографии. Так что тут все, мне кажется, нормально, прилично. То есть Искон не имеет монополию на веды. Они есть в интернете, в свободном доступе. Но вот то, как объясняют веды, это, конечно, уже по-разному люди. И, соответственно, мы смотрим на веды сквозь ученическую преемственность, которую для нас представляет Бхактивиданта Свами Шилу Прабхупада. Но другие люди могут смотреть на веды так, как им хочется. Они имеют по закону полное право на это. А как оставил этот мир Шилу Прабхупада? Как и все, что делал Шилу Прабхупада, он оставил вот этот последний урок ухода из этого мира. Это просто был идеальный уход. Потому что Шилу Прабхупада оставил это тело во Вриндаване, в обществе, в окружении его любящих учеников под Киртан. И он оставил это тело, до последнего момента он занимался служением. Это то, о чем можно мечтать. Так оставить тело. Он начитывал комментарии к 10-й песне Шимадбхупада, до последнего своего вздоха. И это совершенство, как Шилу Прабхупада оставил этот мир. Второй вопрос, третий вопрос. Примите мои поклоны. Какие из шести препятствий на пути преданного служения из второго стиха некоторого наставления являются корнем? Мнения разных лекторов аргументированно разделились на первое Гьяна Санга и Нияма Граха, упоминая как корень шести препятствий в шастрах. Упоминается ли корень шести препятствий в шастрах вообще? Ну, я поясню, о чем речь. Второй текст Нектара Наставлений говорит о шести вещах, которые мешают человеку практиковать сознание Кришны. Атьяхара, праяса, праджалпа, неамаграха, гьянасанга, лаулиамша. То есть шесть этих препятствий, начинаемые с того, что человек переедает или накапливает больше, чем ему необходимо. И я слышал семинар Бхакти Вигян Гасвая Махараджа на эту тему и сам рассказывал тоже много раз об этом, в таком же ключе, как Гасвая Махараджа об этом говорит. Что эти... То есть смотрите, когда человек практикует сознание Кришны, почему ему сложно это делать? Потому что есть старые привычки материальное сознание. Материальное сознание, привязанность к материальному сознанию создаёт препятствия. И, соответственно, это материальное сознание может проявляться на разных уровнях. Оно может проявляться как на тонком уровне, в форме желаний. Оно может проявляться на грубом уровне, в форме конкретных действий, когда человек переедает. Но всё это, шесть этих принципов, шесть этих врагов, которые описаны там, препятствий, всё это является проявлением одного и того же материального сознания. И почему так подробно описано? Почему не сказано просто избегая материального сознания? Потому что это материальное сознание, оно принимает разные облики. И корнем всего этого, то есть самым тонким проявлением материального сознания является лаулием, желание. То есть мы сидим, никого не трогаем, пытаемся повторять Харе Кришна мантру, и тут у нас появляются желания. А не съесть ли мне непредложенный пирожок? А может быть мне нужно срочно позвонить кому-то или посмотреть в соцсети и узнать, что там интересного. То есть множество, множество, множество разных желаний. Их можно классифицировать. И так и делают Ачарьи, когда разбирают эти лаулием. Желание кармы, желание гьяны, желание мистических сил. То есть разные-разные вот эти вот желания. И после желания, то есть если мы не остановили это материальное сознание на уровне желаний, то это желание, когда оно укрепляется, оно приводит к тому, что человек начинает искать общение с людьми, которые разделяют такие же желания. То есть если я заинтересовался пирожками, то меня тянет к людям, которые тоже про эти пирожки говорят. А что там? А как они? Какие бывают? Когда мы общаемся с людьми, которые говорят про пирожки, то это влияет на то, что я меняю образ жизни, меняю какие-то установки. Это Нияма Граха. То есть Нияма Граха означает, человек либо отвергает Священное Писание, либо следует им как-то по-своему. То есть другим образом эта речь идет о том, что человек меняет свою жизнь, подстраивает под те ценности, которые сейчас на него влияют. И когда он меняет эти ценности, Нияма Граха, то после этого он начинает говорить об этом постоянно. То есть если я живу пирожками, или я пытаюсь похудеть, я начинаю всем об этом говорить, потому что сильное желание. То есть сначала просто, а вот не сбросить ли мне вес? Такое желание. Потом я начинаю общаться с людьми, которые интересуются этим, сбрасывают вес. Потом начинаю как-то в своей жизни так устраивать все, чтобы вес сбрасывался. И я начинаю другим говорить, а знаете, вообще надо сбрасывать вес. Не важно, что у вас его нет, все равно надо сначала набрать, потом сбросить. И после этого, когда человек уже об этом говорит, это праджалпа называется, после этого человек начинает прилагать дополнительные лишние усилия. То есть вместо того, чтобы заниматься духовной практикой, он большую часть своего времени тратит только на то, чтобы сбрасывать вес. И в конце концов, он наслаждается тем, что он похудел. и вот такая цепочка. И поэтому вот это материальное сознание, оно на разных уровнях есть. Корнем является желание, ваулья, самым грубым проявлением является, когда человек наслаждается уже, на грубом плане наслаждается какими-то вещами, не связанными с духовной практикой. И человеку рекомендуют замечать эти вещи и останавливать, потому что одновременно вот в данный момент у меня есть разные проявления материального желания, которые находятся на разных этапах своего развития. И надо замечать, останавливать их. В этом будет проявляться искренность. Ну вот так я отвечу. То есть еще раз, корнем является ауульем. И грубым проявлением, самым грубым проявлением этих шести препятствий является конкретное наслаждение Атьяхара. Четвертый вопрос. Как найти себя и найти свое предназначение в этом мире? Как найти себя и найти свое предназначение? На этот вопрос можно по-разному отвечать. Шила Прабхупада Шриша Панишат, комментируя первую мантру, объясняет, что доля человека, этот стих, напомню, говорит, что все управляется в этом мире Богом. Поэтому каждый должен брать свою долю. И объясняет, что такое доля. Шила Прабхупада объясняет, что это является преданным служением. То есть, если ты человек, то есть, если ты кот, твое предназначение быть котом, вести себя как кот, есть метану, ловить мышей, мурлыкать и, ну, загорать. Я не знаю, что они там делают коты. Видели котов? Вот для котов такая жизнь, это нормально. Но если ты человек, ты человек, ну да, я человек. Если ты человек, не завидуй котам, не пытайся жить как кот, будь человеком. И человеком означает, занимайся преданным служением. Поэтому предназначение человека, это заниматься преданным служением. Но если вы спрашиваете под словом предназначение, о какой профессии, каким занятием вам нужно заниматься социуме то есть чем он заниматься в социуме кто вы с точки зрения социума то тогда нужно разобраться в двух вещах что вы хотите делать и какие ресурсы какие способности у вас есть вот эти вот две вещи и желания и способности они определяют определяют то что вам надо делать в этом мире и часто особенно сейчас люди запутаны из-за того что постоянно служишь слушать эти рекламы какие-то какие-то навязывания мнений по поводу что является успехом совершенством сейчас каждый должен быть блогером и делать бизнес в интернете это модно сейчас деньги приносит у кому-то приносит деньги поэтому каждый второй хочет быть блогером ну или я так утрирую но то есть это навязывается это навязывается рекламой и поэтому на человек вместо того чтобы замечать что ему нравится и что он умеет вместо этого начинают какие-то искусственные вещи в себе культивировать и чтобы разобраться что же действительно вы хотите делать и что на что вы способны что у вас получается ну если вы сами не можете это сделать бывает человеку сложно разобраться что же он хочет то он тогда нужно обратиться к людям которые умеют распутывать умы других людей не задают вопросы а что ты можешь делать а чтобы ты сделал если есть такие специалисты и может быть не нужно прям перенимать философию этих людей так спрашивать а в чем главный смысл жизни главный смысл жизни понятно преданное служение но если речь идет просто понять материальном сфере материальной сфере сфере социума работы чем не заниматься что я хочу что у меня получается можно обратиться к таким людям как мы ходим к врачам или когда мы строим дома то идем к специалистам поступ по постройке домов мы не спрашиваем не знаем их философский вопрос поэтому два ответа на этих вопрос по предназначению главное наше предназначение это преданное служение а то чем не заниматься в жизни если вы сами не понимаете своих желаний своих способностей обратитесь к людям которые вам могут помочь разобраться распутать то что у вас есть сознание по поводу этого 5 вопрос обнаружил что при повторении маха мантры молюсь в основном механические на ментальном уровне от эго желаю получить материальные блага от господа разум и сердце по большей части спят а это значит что мантра в принципе не дает никакого эффекта а новые знания умножают скорбь смотрите как звучит новые знания умножают скорбь потому что вот тут узнаю что-то да и понимаешь как я далек от этого и еще скорби больше становится скажите пожалуйста как можно переключиться пробудить душу любовь и искренность при воспевании ну во первых я могу сказать что сам то как написано это письмо он говорит о том что то что тот кто писал это письмо обладает уже правильным сознанием потому что человек который находится в материальном сознании он такие вещи не пишет он даже не представляет что такое бывает и сам факт что человек осознанно понимает что ему не хватает сознание кришны говорит о том что у него сознание кришны до какой-то степени уже есть есть это семя подобно тому как если у человека черное сердце то если туда на сам посмотрит то он не поймет что она черная ему ни с чем сравнить но если появляется какой-то белый белая часть его сердце до какое-то семя светлое то на фоне этого светлого семени он поймет что вокруг то темнота поэтому есть поэтому есть белые у вас не все так плохо как вы пишете у вас есть надежда потому что создание кришны там уже есть второй момент который хотелось бы подчеркнуть это то что конечно же есть три вида воспеваний ну или так скажем есть люди которые не из не верят кришну и говорят харе кришна это приносит им благо они не могут оскорбить они потому что нет у них веры они просто говорят харе кришна и получают благо очищаются от кармы и появляются них объяты сукрити но те кто соответственно правильно повторяет харе кришна настроение смирения дрената писани чина то эти люди у них с они сферы повторяют и получают истинное благо от такого воспеваний прогрессирует вплоть до того что в конце концов смогут повторять чистое святое имя с любовью и есть те кто уже вроде бы не пришли уже как бы вера есть да но но занимается духовной практикой нестабильно вот это нестабильное состояние не нужно ждать в этом в этом переходном периоде не нужно ожидать что вот будет сильные переживания сильные эмоции чувства любовь там при меня будет заполнять нет такого не будет это будет позже если все будете правильно делать это будет позже но здесь включается разум и разум означает разум очень важен когда еще нет новой привычки и старые привычки и вот переход между старым и новым когда вкус нестабилен очень важен разум потому что разум значит даже если не нравится я хочу это делать потому что это важно ну как вы делаете зарядку может быть вы еще не испытываете счастье от того что вы делаете зарядку но вы понимаете это нужно делать или выходите на работу вы хотите заработать на поездку в индию и может вам не нравится работать но вы хотите поехать в индию поэтому вы идете на работу разумом понимая что это важно и точно так же вот на этом еще неустойчивом уровне человек занимается практикой духовной это не надо называть механически механические это она она и механически есть да то есть вкуса какого-то нет сильного но тем не менее если вы понимаете зачем это делать и знаете в какую сторону нужно прилагать усилия то это не механически там есть это просто это небольшое но сознание кришны там есть и третье что я хотел сказать что если вы хотите увеличить свою веру это нормально мы приходим сознание кришны и осознаем что веры мало духовного вкуса мало так это у всех так кто приходит сознание кришны вначале они какой-то момент понимают что мало для этого сознание кришны и создан для того чтобы это увеличивать и это увеличивается конкретно что можно сделать если прям об этом говорить то надо повторять харе кришна мантру в обществе тех кому это интересно вы спросите как это делать сейчас пандемия по интернету дорогие по интернету я знаю что некоторые духовные учителя вот частности шила алаканат махарадж он уже много-много лет устраивать чтение мантры по интернету с утра можно зайти на его канал и вместе с ним читать харе кришна мантру если у вас есть возможность когда пандемии закончится я надеюсь все хорошо будет через какое-то время можно посещать ретриты посвященных святому имени можно просто приходить преданными вместе читать мантру договориться раз в неделю это делать вы почувствуете как силы и вдохновение будет приходить от такого общения и также я хотел бы сказать что важно терпение об этом также рупа госвами горит некоторое наставление у цаха нищая дарья то есть нужно заниматься служением с энтузиазмом с решимостью и терпением потому что ну не сразу не сразу это происходит нужно терпеливо это продолжать потому что нетерпение это признак гордыни то есть когда человек проявляет медитирует на я слуга кришны то то надо быть терпеливым потому что он они я решаю как и что будет происходить а гордый человек он всегда думает что все должно быть так как я хочу и тогда когда я хочу поэтому так трудно терпеть поэтому все нормально вы делаете хотите делать лучше общайтесь с вайшнавами которые вдохновлены повторять хари кришна мантру и наберитесь терпения следующий шестой вопрос мы прославляем тулуси которые устраивают тигры радхи и кришны это тоже тулуси что белой женой демона и которые кришна пришел в облике ее мужа или разные как они связаны есть в риндадеве является в риндадеве является экспансией шри мать радхарани и в духовном мире во бриндаване то есть мать радхарани еще раз в риндадеве является то так то устраивает она управляет этим лесом бриндавана как сказать комендант этого леса она все устраивает для того чтобы радха и кришна были там счастливы она является сама в риндадеве является экспансией шри мать радхарани а туси дэви являются экспансией в риндадеве на вайкунхи ловили да то есть экспансия в риндадеве тусит экспансии в риндадеве на вайкунхи то есть на вайкунхи она значит с господом на районе связано в кришна локи на кришна локи бриндадеве помогает и радхи и кришне вот такая связь 7 вопрос у меня такой вопрос как обрести стабильность духовной практики а именно в чтении джапы недавно приехали из индии где джапа круг за кругом лилась как вода в как воды ганги а дома никак не могу восстановить практику какой-то надрыв произошел после срочной эвакуации в россию как можно восстановить благодарю возвращаемся к теме воспевания святых имен ну первое что надо сказать что в индии хаме повторять харе кришна мантру конечно же во много раз легче я когда прилетаю в индию даже просто еще даже до бриндавана не доехал а просто приземлился в деле уже чувствуешь как легче повторять харе кришна мантру что же говорить про бриндаван поэтому мы приезжаем во бриндаван чтобы вдохновляться чтобы слушать садху чтобы пропитываться этим настроением которые эманируют прямо из земли от пыли от местных жителей всего вот можно вдохновляться на сознание кришны и потом ехать домой и какое-то время нам этого вдохновения хватает общаемся с вася навыем потом возвращаемся и так вот мы практикуем и как нам быть во первых то есть первое что в индии легче несомненно второе это то что сейчас как я понял он пришел в возбуждение из-за этих всех стрессов вот это пандемия безумия истерика это все влияет на наш ум и когда у обеспокоен тогда сосредоточиться сложно и что нужно сделать нужно попытаться на внешнем плане приложить усилия чтоб успокоить ум что я могу порекомендовать чтобы успокоить ум не смотрите интернет новости не надо их смотреть все что самое важное вам и так соседи скажут если что потому что когда все время вот это накручивается да то есть вот мы смотрим страшно главное вы повлиять никак не можете ну кроме так того что мы слушаемся наших правителей и они правильно все говорят по поводу того что карантин нужно это все так и надо делать я сам сижу на карантине них но только за продуктами иногда ходим то есть это надо делать ну а больше то зачем зачем это все смотреть это вот это это все накручивает ум я могу посоветовать и вечером не вместо того чтобы проверять что там в новостях происходит вместо этого почитайте источник вечного насхождения про кришну почитайте вот с этими мыслями ляжьте спать спокойным умом знаете вот вечером нет интернета есть кришна бог от читаете и утром когда вы проснетесь у вас будут мысли об этом все я еще что делу я когда просыпаюсь включаю лекции шила праупады и сразу ты трезвеешь если еще даже душ не приняло у тебя же ясное сознание потому что шила праупада с огромной решимостью верой преданностью говорит о сознании кришны и когда вот такое вы слышите и так устраивайте свою жизнь то тогда ум успокаивается и будет легче повторять характер кришна мантру ну и последнее что не переживайте на если вдруг оказалось что вот сейчас вот было так теперь вот так что мне делать начните с самого начала самого начала означает что сядьте как-то сосредоточьтесь настройтесь почитайте и вот начните повторять харе кришна мантру после такой настройки и так в индии легче второе нужно успокоить ум на внешнем плане не нужно будораживающий будораживающие его вещи туда кидать и потом думать что там андре не повторяется и третье постарайтесь слушать об этих духовных вещах и вот вечером настраивайтесь с утра слушайте шива правопада тогда будет легче следующий восьмой вопрос объясните важность в жизни практического служения что это такое практическое служение что это такое иногда старшие гуру говорят что мы были активными учениками в миссии ученики шива правопада говорит мы были активными в миссии а в нектаре преданности перечислено много вариантов преданного служения изучение писаний молитвы проповедь службы в храме общение с преданными такая спокойная духовная жизнь что движет людьми которые полностью отдаются практическому служению спрашиваю потому что вызывает непонимание и некоторое отторжение благодарю вас очень хороший вопрос очень хороший то есть практическое служение ну то есть когда я слышу слово практическое служение означает что мне надо встать и пойти что-то вскопать или пойти давать лекции распространять книги шива правопада или идти на харинаму а я вот не могу это делать у меня нет но понимаете я на коляске скажут но если ты хочешь что ты на коляске пойдешь это делал ну и меня это напрягает да такой вот вопрос что я вот что-то не могу какие-то вещи делать а мне вот объясняет что вот так вот было и так надо и вот как с этим быть вот так я понял этот вопрос то есть смотрите во первых практика практическое преданное служение это когда говорят имперсоналисты майвади то их практика заключается в том что они ничего не делают их их задача остановить деятельность просто остановиться не просто любая деятельность это кармические реакции поэтому для них идеальный вариант просто остановиться в этом остановившемся состоянии находиться постоянно тогда как бакты никогда не останавливаются бакты постоянно занимается преданным служением и преданное служение это настроение преданного, и это деятельность, которой нравится Кришне. И такая деятельность действительно описана в «Нектаре преданности». Также это Бхактира Самрита Синду Шиларупа Госвами. И Шраванам Киртанам это практическая деятельность. Но это же практика. Практика преданного служения. Читать книги, слушать лекции, рассказывать, похороняться божествам, служить вайшнавам и так далее. Обходить храм, пить черенабриту это все является преданным служением. Это практика. Это практическое преданное служение. Но теперь важный момент. К сожалению, мы сейчас не способны заниматься только этим. Ну то есть вот сидеть весь день, читать книги просто не получается. Я бы рад, но что-то не дает мне сосредоточиться. И это что-то называется гуна страсти. И гуна страсти все время заставляет, оно у всех по-разному проявляется, называют так же природой или каким-то темпераментом человека. То есть человеку, телу и уму материальному хочется чем-то заняться. Если он это не делает, ему становится скучно, он гневается, он беспокоится и в итоге человек не может нормально читать, слушать, похороняться божеством. Ну и вообще даже жить сложно, потому что хочется, чтобы был дом, тепло, свет, а денег нет. Денег нет. Что делать? Надо же идти на работу. И таким образом есть это гуна страсти. Не нужно имитировать каких-то возвышенных, возвышенные ступени, где вот как Шиваста Кур, который занимался только служением, и он не ходил на работу. Кришна сам ему все приносил, потому что он занимался работой. Он непосредственно занимался служением Господу читаний. То есть ему не нужно было ходить на обычную работу, там на завод или еще что-то такое делал. Но это было конкретно его указание, духовный учитель, этим заниматься. Теперь, что нам делать с этой гуной страсти? Эту гуну страсти необходимо занять. А как ее занять? Ну, можно просто заниматься кармической деятельностью. Но тогда это будет отвлекать меня от сознания Кришны. Либо можно эту страсть можно занимать в служении Кришны. И благо у нас есть очень много видов служения Кришны, которые занимают нашу страсть. То есть можно и водить автомобиль для Кришны, можно и пирожки печь для Кришны, можно и вскопать что-то для Кришны, можно и магазин организовать для Кришны, можно пойти на работу, заработать денег для Кришны. Вот это то, что для большинства из нас необходимо делать. И если мы говорим теперь третий момент, то есть первое, заниматься, повторять мантру, это практическое предное служение. Это практика предного служения. Второе, у нас есть страсть. И эта страсть мешает мне заниматься только прямыми ангами. Что сделать страстью? Страсть надо занимать. Есть много вариантов блага, искон, много вариантов. Шива Прабхупада, по милости своей, да у нас много вариантов служения, где мы можем занять свою страсть. И третья вещь, а еще же есть миссия у духовного учителя. И если я действительно понимаю философию сознания Кришны, то я понимаю, что надо служить духовному учителю. И служить духовному учителю означает самому практиковать сознание Кришны и помогать ему в его миссии, проповеднической миссии. И благо в этой проповеднической миссии заодно еще можно занять всю нашу страсть. Вот что и делаешь у Прабхупада, то есть в начале, когда он только приехал, никакого сознания Кришны вокруг нет. Надо все с нуля начинать. И перед ним стоит задача за несколько лет сделать так, чтобы во всем мире узнали о сознании Кришны. Я не представляю, я такими масштабами не мыслю. То есть это это грандиозный просто план. Реально это милость Господа Нитянанды, полномочия Господа Нитянанды, чтобы размышлять не в пределах тут провести намахату, да, где-то, а просто во всем мире сделать намахату. Это мощно очень. И поэтому Шилапрупада большие задачи, и он вдохновлял своих учеников на то, чтобы они помогали ему в этой миссии. Это хорошо и для их сознания Кришны. У кого мало сознания Кришны, помогаешь или прабупаде, служаешь или прабупаде, человек может обрести сознание Кришны. То есть человек мог не уметь читать книги, не может сидеть, но помогаешь или прабупаде, он очищается и может читать книги. То есть помогая миссией Шилапрупаде, человек и сам очищается, и страсть твою занимает, и выполняет самое возвышенное служение потому что служение гуру распространению сознания кришны это очень очень возвышенный уровень это выше чем быть мы просто думать о своем духовном прогрессе и возвращаясь к вашему вопросу еще раз заниматься практическим преданным служением означает повторять харе кришна мантру это нормально но также помогать шили праупаде насколько это возможно в ваших силах в его миссионерской деятельности и это хорошо и для вас и для людей и главное занимает вашу страсть что часто мы просто должны свою страсть занять и под практическим преданным служением подразумевается что надо что-то делать руками ногами головой что-то делать это важно чтобы занять нашу страсть а иначе она займет нас ну вот так я отвечу на этот вопрос девятый вопрос скажите пожалуйста как улучшить свою молитву джапу голову постоянно лезут посторонние мысли он бегает идет одновременное планирование и и так далее и второй вопрос можно ли молиться за других за ушедших которые часто приходят во сне можно за них молиться во время джапы ну давайте сначала про ушедших если ушедшие приходят к вам означает что значит у них там какие-то сложности им действительно нужно помочь и как им помочь вы можете за них молиться отдельно не во время харе кришна мантры во время мантры нужно повторять и молиться радхи и кришне святому имени молиться о том чтобы лучше повторять святое имя для их удовольствия и соответственно за ушедших мы молимся отдельно и чтоб это было еще эффективнее вы можете за них что-то сделать яги провести заказать в храме яги для их своих блага вы можете от их имени от их имени сделать что-то для вайшнаов накормить вайшнаов не знаю пожертвовать что-то на проповедь на поклонение божеством именно как раз от именно этих имени тех людей которые к вам приходят это пойдет на их счет вот но во время харе кришна мантры нужно повторять только харе кришна мантру и сосредоточиться только на этом это что уму летает я вас уверяю это у всех начинающих предных это называется состояние бикшепа есть еще сон бикшепа значит беспокойство есть еще сон это когда вы садитесь и раз уже настолько не интересно что просто засыпаете тоже есть такая вещь но если вы не спите а просто ум летает и он планирует все остальное но вот так у всех у кого есть гуна страсти и что делать еще раз я повторюсь я говорил только что об этом нужно на внешнем плане свою гуну страсти как-то успокоить не надо залазить в интернет особенно вечером потому что вы будете обо всем этом думать о том сколько там умерло и когда умру я и вот это вот все будет вам мешать утром на джапе поэтому интернет выключаем после там семи или после восьми и когда ложится выключаем интернет за час за два до того как вы пойдете спать и читаем источник вечного восхождения утром слушаем лекции шила правупады пока вы там моетесь одеваетесь можно включить послушать там минут двадцать-тридцать и тогда вам будет легче с этим беспокойным умом то есть смотрите ум это не то что мы вот сейчас будем работать над умом в тот момент когда я читаю мантру но это странно нужно работать нужно не позволять у могут быть таким вот в раздрай таком в течение дня то есть если ваш у вас образ жизни он приводит у вас состояние стресса но что вы будете вы же что вы будете делать во время джапа это не только во время джапа надо что-то с умом делать сам образ жизни поэтому у нас есть принципы которым мы следуем поэтому у нас есть садана поэтому у нас есть общение книги все это для того чтобы на можно было работать с умом и тогда вам будет легче повторять мантру десятый вопрос как не терять веру в преданных особенно в старших когда узнаешь что кто-то четвертый принцип нарушает кто-то то брамочаре с девчонками тусуется когда люди которые занимают высокая высокие должности в искон ведут себя так как обычные люди как как после этого верить преданным человек приходит преданным то есть он был вот у него что-то было не так в жизни он их был в поиске он хотел чего-то чего-то такого возвышенного тут он встречается с преданными кришны они рассказывают ему о духовном мире осознание кришны он вдохновляется он смотрит на них помните когда вы встретились с преданными первый раз у них сияют глаза они такие чистые ты приходишь в общество преданных они все святые каких людей замечательных встретил и вот ну как то вот я в них верю что они все святые тут выясняется что разные преданные бывают после этого когда я увидел что какой-то преданный закурил на как вы курите вы еще и матом тут ругаетесь вы все демоны и как бы получается сначала я как это называется когда человек очень много как сказать забыл как что-то вылетел это слово из головы из головы когда идеализирует вот когда человек идеализирует других он идеализирует преданных что все преданные святые и тут когда он обнаруживает что кто-то из них оказывается не святой вот бывает во вриндаван едешь и думаешь что там все в играх радхи и кришны и все они вот мантру повторяют и все они ведут себя как шила праупада ведет себя и тут приезжаешь и встречаешь какого-то рикшиваву который курит и думаешь ну как-то странно и он еще тебе не дал сдачу когда ты поед доехал куда ты сказал и в этот момент вера теряется все бриджабаси оказывается не только деньгах думаю хотя причем тут все бриджабаси они рад на разных уровнях это разные люди и точно так же ну как можно потерять веру во всех преданных как можно потерять веру в шила праупаду шила праупада он самого своего рождения до самого своего ухода проявлял преданность был преданным всегда следовал принципам он всегда был сознание кришне все нормально вот по крайней мере у нас есть пример совершенного человека есть искренние последователи шила праупады то есть есть как можно на них всех ставить крест все кришнаиты плохие ну так тоже нельзя разные есть преданные говорится что есть конечно матьяма утамы и соответственно учиться сознанию кришны нужно у тех кто стабилен сознание кришны как лучше всего ута матхикари но как минимум мады матхикари человек который утвердился на уровне преданности и у них надо учиться сознание кришны и через их понимание смотреть на других вайшнала вот так я отвечу на этот вопрос то есть не надо разочаровываться полностью приятно если вдруг кто-то из преданных делает какие-то вещи которые не соответствуют тому как ведут себя садху и это один один момент второй момент даже те которые не ведут себя ну то есть преданные всегда преданные может быть я не учусь и не вдохновляюсь я я понимаю чем идет речь когда ты видишь то есть тебе самому сложно там следовать принципам и ты так-то буду видишь вот люди стараются и тут те кто старались расти говорят а мы тоже не можем у меня руки опускаются я теряю вдохновение я не могу уже но как-то мне сложно если он не может то что про меня говорить может не вообще не практиковать то есть сложно черпать вдохновение а когда такое видишь но но тем не менее ну то есть надо искать людей которые стабильны в этом те кто показывать такой пример рассмотреть на них что касается тех преданных которые возвышенно даже преды которые вдруг проявляют слабость то поймите одну вещь что человек когда идет в дубном по духовному пути чем выше он поднимается тем больше у него ответственности и соблазнов каких-то поэтому от падений никто не застрахован ни вы ни я никто не застрахован но может только те кто уже достигли трансцендентного состояния уттама адхикари говорит даже после книжки человек стабильным становится и возможность падения очень-очень такая незначительная но даже те кто достиг бхаба бхакти единичные случаи такого падения могут быть но тем не менее кришна говорит а печет суды рача роббожаты мама на небах саду рэба саман тавьях даже сначала совершает какой-то такой поступок неблаговидный но он преданный то не нужно забывать что он преданный не нужно ставить крест на всем том что он делал для кришны то есть это надо уважать да я не учусь от такого человека да к сожалению я не могу вдохновляться такого человека но при этом нельзя перечеркивать и обесценивать все то что человек делал это что вообще кришне обращался поэтому надо сохранять может дистанцию но при этом не надо критиковать оскорблять унижать этих преданных и последнее что еще хочется сказать надо пример хотел привести когда канатоходец идет по канату особенно над пропастью то его задача нему не надо смотреть вниз если мы будем смотреть вниз на то что там кто-то туда упал вниз то скорее всего мы тоже туда упадем то есть надо смотреть на канат по которым мы мы идем и смотреть на тех кто идет поэтому каната впереди нас или кто даже дошел до конца то есть как относиться относиться с уважением их преданности но не учиться у них этим вещам вот так нужно относиться и что делать не теряйте веру в преданных преданные разные учитесь у тех кто стабилен и вдохновлен вот и не надо смотреть тем более унижать как-то критиковать оскорблять тех кто оступился потому что никто от этого не застрахован так я отвечу на этот вопрос подскажите как правильно 11 вопрос как правильно сделать и расположить дома алтарь ну это простой вопрос вы наберите в интернете как хари кришна из кон как сделать алтарь и выскочит много-много вариантов как это сделать там даже скачать как выглядеть с интернетом раскачать как выглядит алтарь какое расположение то есть внизу это гуру парампара радхай кришна или горнитай нарисим хадея в тулусе вот такой иконостас у ваще нау и где расположить можно какая-то полка какой-то шкаф удобно для этих вещей вот там это можете сделать и со временем когда у вас появится вдохновение возможности вы можете заказать отдельно алтарь делать из дерева и разместить вашей квартире то есть все это есть в интернете 12 вопрос подскажите пожалуйста какого цвета тела кришны говорится о священных писаниях что цвета грозовой тучи но его часто рисуют голубоватым а мне нравится изображение кришны с темным цветом кожи из синил синеватым может быть кришна бывает и таким и таким ну смотрите говорится действительно что цвет тела грозовая тучи почему с грозовой тучи сравнивают во первых во первых хотел сказать сразу что цвет тела кришны нам не увидеть это трансцендентный цвет и вот эти аналогии которые приводятся сравнение которые приводятся мы сравниваем с чем с какими-то явлениями этого мира это просто намек в какую сторону думать вот так вот я скажу потому что цвет трансцендентный он ну не такой как то что мы видим но напоминает грозовой облако напоминает цвет кришны и почему с грозовым облаком сравнивают потому что она черная но из-за того что там есть эти электричество да она такое фосфорицирующие то есть сильно электролизованное вот она как бы черная но при этом светится вот эта мистика такая и вот с этим сравнивают и художники когда пытаются нарисовать такой цвет но кто-то в этот оттенок кто-то в этот оттенок и так и так рисует поэтому это не принципиально то есть это более как бы как символ что он темно синего цвета да то есть вот такого цвета и так и так можно сделать как вам нравится то и можно принять как относиться к людям которые пишут в интернете что-то оскорбительно о старших преданных или в целом о преданных как относиться относиться никак не надо относиться просто не надо это читать не надо с этим соприкасаться и вообще как будто их нет просто вот так надо относиться можно ли попросить у кришны и показать что я изначально какой кто я изначально в какой расе с ним или или не стоит торопиться с этим да не стоит торопиться разобраться там в какой расе нахожусь потому что вначале нужно понять, что мы вообще Слуги. То есть не Боги, а Слуги. И когда мы утвердимся, что мы Слуги, то после этого можно уточнять, какой именно Слуга. И что значит развить в себе привязанность к Кришне? Привязанность к Кришне означает привязанность к служению Кришне. То есть когда вам нравится читать мантру, когда вам нравится читать книги, поклоняться божествам, служить Ваичнану, он прям вот нравится. Вы просыпаетесь с утра и думаете, планируете, а вот как я сегодня буду читать, как я буду служить, как я буду то, как я буду это делать для Кришны. Если у вас вдруг такие мысли с самого утра, значит у вас есть уже привязанность. И она потом будет углубляться, вплоть до того, что Кришна даст вам понимание, какое конкретное служение она от вас хочет. Я сейчас про духовный мир говорю. Во время повторения мантры я стараюсь думать о качествах Кришны, его лилу, смотрю на изображение с ним, а не просто слушаю трансцендентный звук. Является ли это оскорблением? Во время мантры, первое, это нормально смотреть на изображение Кришны, но думать о качествах не надо. То есть это правильная вещь, но на определенном этапе. Смотрите, если у вас получается во время мантры слушать Харе Кришна мантру, не отвлекаясь, то вот эти все образы, я слышал об этом от Шила Праупады, что вот эти образы, они будут приходить, сами будут приходить. Если они сами приходят, то нормально. Если вы вместо того, чтобы слушать, вы смотрите, я перестал слушать и пытаюсь какой-то образ, какой-то извлечь образ сознания, то это неправильно, потому что основы нет. Основа слушать и повторять. Слушать и повторять. Как слуга, что Кришна, тебе нравится, чтобы я слушал и повторял. Гуру сказал, чтобы я слушал и повторял. Я буду слушать и повторять. Когда вы это делаете, то очищаясь, к вам будут приходить эти образы Кришны, но специально их вызывать не надо, если это мешает вашему слушанию и повторению. Окей. Тринадцатый вопрос. Может ли когда-то просто количество перерасти в качество? То есть количество, значит, джапа, книги, лекции и так далее перерасти в качество. Лекции, книги очень интересны, но джапа уже много лет просто как долг, обязанность. Это очень грустно. Где выход? Ведь в основном у нас вопросы о джапе искренне преданы, задают эти вопросы. Потому что действительно 90% нашего духовного прогресса зависит от того, как мы воспеваем святые имена. И может ли количество перерасти в качество? Конечно же повторение Харе Кришна мантры очищает, но чтобы это было эффективно, нужно прилагать усилия. Чтение книг, слушание лекций, это все помогает нам очищаться также и главное передает нам настроение. И в этом настроении, главный из которых я слуга, и как служение я повторяю Харе Кришна мантру. Поэтому это хорошо. То есть вы не просто механически это делаете. Вы слушаете все, вам интересно и лекции, и книги. И вот если вы это слушаете, вам интересно, то значит, что вы повторяете Харе Кришна мантру, но потому что уру этого хочет, потому что в книгах это написано, это старание, это уже не механически. Но если так прилагать усилия во время джапы, то я уже несколько раз за эту трансляцию говорил, что нужно делать. Вечером не нужно беспокойства, чтобы были. Читайте книги вечером, с утра будет легче повторять мантру. И очень есть хорошая книга Шила Шичинандана Махараджи, живое имя называется, она есть в продаже, в интернете есть. И если вы хотите показать Кришне свою искренность, вы можете взять эту книгу и сделать те настройки, те шаги, которые там рекомендует Шила Шичинандана Махараджи. И эффект будет, вы покажете Кришне, что вы стараетесь, что вы не просто махнули рукой и сказали, ну вот я уже ничего не могу с этим сделать, как идет, так идет. Нет, надо всегда прилагать усилия. И благо есть такие книги, где опытные, преданные дают рекомендации того, какие-то шаги можно сделать, чтобы это улучшить. Четырнадцатый вопрос. Когда преданный начинает наконец-то чисто и без оскорблений читать джапу? Как это произойдет? Дайте, пожалуйста, ваше наставление тем, кто работает и мечтает воспевать святыми нас любовью. Как это произойдет? Вот я читаю, значит, читаю мантру, и тут раз, в какой-то момент я начинаю без оскорблений повторять. То есть читал с оскорблениями, и тут раз, 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 и у меня без оскорблений. Как это происходит? Как это внешне? Я еще сам в процессе нахожусь. Если бы я уже достиг без оскорбительного воспевания, я бы честно вам рассказал, как это со мной произошло. Вот конкретно вот в какой-то момент это раз, и накрыло меня, и стал без оскорблений повторять стабильно. Но я знаю из священных писаний, Шишикшашники, читания Махапрабху, говорит, Постоянное воспевание святого имени. И постоянное воспевание означает нравится. Потому что, почему сложно повторять? Потому что нет вкуса, не нравится это делать. Мы заставляем, но не нравится. А вот тут он говорит, нравится это делать, готов постоянно повторять. Почему он готов постоянно повторять? Почему ему нравится? Потому что есть это сознание, духовное сознание. И формула этого духовного сознания. Я ниже соломы, терпеливе дерева, оказываю другим почтение, жду почтения к себе. Вот это рецепт, рецепт того, как обрести безоскорбительное воспевание. То есть на этом уровне человек повторяет на стабильность святое имя. Это называется Шрада Намабхаз. Еще все-таки Шрада Намабхаз. Если по Бактинод Токуру, в Харинамо Чинтамине это рассматривать. И это очень эффективное повторение, очень быстрый прогресс происходит. Но чтобы... То есть я не могу, знаете, вот сесть и сразу быть тринатописанщина. Сразу раз и все. Но какие попытки я могу прилагать в этом... Ну вот во всем этом. Я могу это делать, говорится, избегать оскорблений. Есть действия оскорблений святого имени. Есть семинары на эту тему. Я тоже об этом говорил. Есть лекции. То есть прилагать усилия в том, чтобы вести себя по-вайшнавски. Чтобы философия у меня была правильная. И делать попытки жить согласно этой философии. Если мы будем это делать, это такая большая тема. Ну то есть много можно об этом сказать. Как практиковать эту искренность в том, чтобы идти к этому уровню тринатописанщина. Если мы будем это делать, то на самом деле даже попытки, даже попытки идти в том направлении, это уже... Мы стараемся избегать оскорблений. И это уже... Кришна это засчитывает. Но когда мы действительно избавимся от страсти и невежества, от этих материальных жадностей и вожделения, камы и лобхи, когда не будет в сердце камы и лобхи, то в этот момент мы почувствуем то, что говорит Господь читания, что хочется постоянно повторять святое имя. Вот это признак того, что нет оскорблений. Нет оскорблений хочется постоянно повторять. Не хочется постоянно повторять, значит там еще есть оскорбления какие-то, и надо стараться над этим работать. Ну вот если кратко, то вот так я могу сказать об этом. Какие наставления? Эти преданные, какие наставления? Надо слушать духовноучителя, он вдохновляет очень сильно. Вот Шива Павупада я слушаю духовноучителя, ну своих также, Шик Шигуру. Ну то есть тех, через кого идет вдохновение. Я вот слушаю, это дает мне силы прилагать усилия в практике. И я не только вдохновение от них получаю, но и инструкции, да, то есть с чего начать. То есть мы про джапу говорим, ну давайте джапу читать еще раз без интернета вечером. Без интернета вечером, а вместе с преданными, как-то вот вместе, буквально вместе, или по интернету вместе, или на ретриты вместе, да. То есть в обществе преданных читать мантру, медитируя, то есть можно смотреть на изображение Кришны, слушать то, что мы повторяем, и молиться внутри, и молиться. Знаете, это одновременно может быть, что я просто подхожу к Харе Кришна мантре, внимательно слушаю и в настроении того, что Кришна, помоги, Шиматя Радхарани, помоги мне, очисти мое сердце, дай мне вкус к служению. И вот в таком настроении, много настроек еще раз в этой книге, живое имя, там много всего есть на эту тему. Если у вас эта книга есть, там можно обо всем этом прочитать. Еще один такой вопрос, 15 вопрос. Как не забывать о ежедневных вещах, касающихся духовной практики? Как не забывать о ежедневных вещах, касающихся духовной практики? Раз забыл почитать книги, раз забыл почитать Харе Кришна мантру, там раз забыл еще что-то. Вот как не забывать об этом? Ну, ставьте напоминалки. Просто ставьте напоминалки на своих часах, смартфонах, у всех, благо, смартфоны есть. И вот поставьте себе, что прочитать. Будильник ставьте, напоминалку, что не забудь это сделать. Конечно же, приоритет, ценности, которым я живу, они расставляют приоритеты в моей жизни. Ну, я так понимаю, речь идет о том, что для вас это приоритет, вы хотите, но забываете из-за того, что рутин или что-то еще, я опять забыл. Планирование. Давайте планировать, распределять время и делать напоминалки какие-то. Таблицы вести, у кого есть склонность, ну, хотя бы напоминалки ставьте. Ну, вот так я могу ответить, если на практическом уровне. И может быть так, что вы очень много. Бывает так, что человек, не подумав, очень много захотел сделать в течение дня. Ну, посоветуйтесь со своим наставником. Может быть, вы слишком много хотите от себя на своем уровне. И вам, может быть, начать. Не надо сразу много хотеть сделать. Начните с чего-то одного. И работайте над чем-то одним. Когда вы утвердитесь в этом одном, то можете добавить что-то еще. Так оно будет легче. И также тот же человек спрашивает, как правильно тренировать память в продвижении, в духовной практике. Как тренировать память? Ну, конечно же, надо учить что-то наизусть. И не что-то, а лучшее священное писание. Еще память тренируется, когда вы пересказываете. Если вы что-то прочитали, вдохновились, перескажите своему другу, расскажите своему другу. То есть запоминать и рассказывать – это то, что будет помогать вам укреплять память. Ну, это практическая вещь, вот это мой опыт. Последние два вопроса. Что означает, когда во сне видишь духовного учителя? Вот уже четыре раза ко мне приходил во сне один и тот же Махарадж. В одном из снов он меня бласковил и сказал, что у меня все получится в духовной жизни. Я очень хотел получить у него посвящение, но больше он не принимает учеников. Имеют ли эти сны какое-то значение? И как понять, что хотел Махарадж? Как трактовать сны? Вот духовный учитель приходит и говорит там вот какие-то вещи. Я могу только за вас порадоваться. Если к вам во сне приходит духовный учитель, это означает, что вас сознание Кришны интересует. Потому что во сне обычно нам снится то, чем мы живем. И если к вам приходят во сне вайшнавы, или какие-то что-то связано с теми книгами, которые вы читаете, с лекциями, которые вы слушаете, означает, что в уме у вас есть вот эти духовные впечатления, духовные самскары, и этому можно только порадоваться. Но вот трактовать эти сны и сказать, а что же он хотел мне сказать и так далее, вот это очень сложно. Потому что ум, хотя и там есть что-то духовное, но там такой клубок, то есть все так перепутано, и свои желания какие-то, и какая-то реальность. И вот поэтому какие-то трактовки давать я бы не стал. Только одно могу сказать, что в вашем сознании есть светлые самскары, связанные с сознанием Кришны, поэтому это здорово, и поэтому к вам приходят вайшнавы, вспоминаете вайшнавы даже в своих снах. Это классно. И последний вопрос, интересный, это из Шимадвагава, там цитата 9.24.58. Говорится, когда частица верховной личности Бога к своему несчастью пытается насхождаться сама по себе отдельно от Кришны, она попадает в материальный мир. Вначале она становится брахмой, а потом постепенно опускается все ниже и ниже, пока не достигнет уровня муравья или навозного червя. Вот цитата конкретная Шила Парупады, из комментарии Шила Парупады 9.24.58, где говорится, что Джива, попадая сюда, первый раз становится брахмой. И потом начинается деградация. И вот несколько вопросов на эту тему. Первый вопрос. Это деградация обосковленной души, обязательно ли она достигает самого низа эволюционной лестницы, то есть только достигнув самого низа, душа начинает эволюционировать вверх? Нет, не обязательно. То есть в любой момент душа может остановиться и начать идти вверх. Я имею в виду, конечно же, если когда душа рождается, из-за дурной кармы рождается там животным, то понятно, животное вверх, оно не идет самостоятельно, если только его просадом не кормят. То ей нужно будет, ну там, если в ад попадает живое существо, потом из этого ада нужно через эти виды жизни пройти поочередно, эволюционировать и достигнуть уровня человека, и потом уже у человека опять появляется выбор сознательный, либо опять вниз, либо вверх. Поэтому до уровня человека, ну то есть райские планеты и так далее, есть выбор, и душа может либо вверх, либо вниз после человеческой формы жизни, и там уже, извините, ну там уже эволюция происходит. Не обязательно, что нужно дойти до самого конца. Брахма, он может быть, у него может быть первая и последняя жизнь. Не обязательно ему тут оставаться и деградировать. Некоторые брамы первую и последнюю жизнь живут. То есть это не обязательно, что нужно спуститься вниз и потом начать подниматься вверх. Не обязательно. Второй вопрос. Правильно я понимаю, что эволюция души вверх совсем не обязательно поднимается до Брахмой. Не обязательно человек может практиковать сознание Кришны, не рождаться Брахмой, а вернуться в духовный мир. Правильно вы понимаете. Есть ли эволюция живых существ в духовном мире? Если, например, мне открылось, что я пылинка в духовном мире, и я понимаю, наверное, что значит я сама выбрала это быть пылинкой. А если я перестану хотеть быть пылинкой, есть ли возможность расти дальше? Есть такая возможность эволюционировать в духовном мире, то до какого уровня я могу дорасти? Или же все роли уже предопределены изначально? Конечно, мне непонятно, что и гопи, и пылинки все счастливы в духовном мире. Ну, то есть, конечно, мы всегда хотим там, где лучше. И там написано в шастрах, что гопи испытывают самый большой вид счастья, несомненно. Там им доступны расы, которые недоступны, пылинки. И вот я хочу самое лучшее. Хочу быть гопи. Но я не хочу быть пылинкой. А вдруг я пылинка? Вот можно ли с этим что-то сделать? Не переживайте, все будет хорошо. Это такой непростой вопрос. Эти все, говорится, сварупа уже есть у живого существа. Кто-то говорит, сварупа это служить. А вот это есть, а не конкретно то, чем я там занимаюсь в духовном мире. Много-много разных вариантов. Идут споры между пандитами. Я не пандит, преданные. Вот если вам нужны пандиты, и как они спорят, цитируете и другие, есть как бы все это в интернете. Но что я могу сказать, что и в том, и в другом случае у нас есть все возможности по милости Господа Читани. У меня есть цитата из Прабханананды Сарасвати, где слова Господа Читани приведены. Эта цитата, она есть. Я читал об этом в книге Шуда Бхакти Чинтамани. И там говорится, что Господь Читани говорит, кто бы вы ни были, откуда бы вы ни упали, ну то есть, с какой бы в Айкунхе вы ни пришли, то вы можете попасть на Кришналоку. Поэтому как там, что там, если есть милость Господа Читани, и мы хотим эту милость получить, и мы получаем эту милость, и идем за ним, то мы получим самое лучшее, что может быть мы получим в Риндаве. Так что все хорошо, есть такая возможность. Вот. С другой стороны, поймите также, что все в духовном мире действительно счастливы. И почему они счастливы? Потому что чистая преданность подразумевает, что я счастлив от того, что Кришна, Кришна счастлив. Если Кришна хочет, чтобы я был пылинкой, я буду счастлив быть пылинкой для него. Вот. И это блаженство. Это блаженство быть тем, кем хочет, чтобы я был Кришна. Поэтому все там счастливы по одной причине. Так хочет Кришна. Поэтому если Кришне так нравится, то я буду это служение выполнять. Это и есть чистая преданность. И мы вот эту, вот эту как раз чистую преданность и практикуем. Пытаемся практиковать, мечтаем практиковать. Поэтому если мы будем практиковать чистую преданность, все остальное, все остальное будет хорошо. То есть сейчас нам надо сосредоточиться на том, чтобы чистую преданность практиковать. А для этого у нас есть все возможности Шива Прабхупада, его книги, Милость Господа, читание, практика во время воспевания. Давайте вот на этих вещах сосредоточимся. И все остальное, оно будет постепенно нам открываться, актуализироваться. И в какой-то момент этот вопрос пылинкой быть или гопи во брендаване, точно во брендаване, но пылинкой или гопи, там уже это решится. Там это решится, и это будет для вас идеальный вариант, все будет хорошо. Сейчас это начать нужно с того, чтобы сосредоточиться. Я хочу практиковать чистую преданность. Вот если мы на этом сосредоточимся, на служении, то тогда уже все остальное из этого будет проистекать. На этом все. Все вопросы. Спасибо за эти очень хорошие, практичные, актуальные, интересные вопросы. Присылайте еще в следующий раз. Ну, я думаю, мы регулярно будем это делать. В следующий раз присылайте и будем также общаться. Харе Кришна. Мои поклоны.